Добрый вечер всем. Я признателен всем, кто присоединяется. Я еще раз повторяю, что это наша совместная работа. Я так все свои занятия вижу, что это совместная работа с учениками, потому что учениками, участниками. И в процессе приходят какие-то мысли, выявляется что-то очень важное, четкое в процессе подготовки нашей беседы. Мы с вами сегодня продолжаем с Харья, и мы, как всегда, с молитвой в сердце и на устах, чтобы был успех и защита нашим солдатам, исцеление раненым, возвращение пленным. Думаю, что предстоят впереди еще небростые военные операции. И дай Бог, чтобы всех Бог хранил. Всегда упоминаю о своей жене Любу Бат-Михаэль, которая ушла из жизни два года назад. Это постоянный борец за Алию, за целостные земли Израиля, за постижение глубоких аспектов Тори. И, честное слово, я думаю, что про нее справедливо сказать. Мишура и Шахрер Рахамабет. Это песня под поле израильского. И строя освобождает только смерть. Вот так и до последних дней жизни как-то боролись, обсуждали планы, то, что я пытаюсь сегодня притворить. Вот, сейчас, секунду, я подниму экран. Да, подниму экран. Вот. И я тут в начале нашего разговора поставил вам фотографию, нашел фотографию, как мы работали вместе. Вот, и мне рассказали тут историю про Ильфа и Петрова, что их очень сильно связывала работа, настолько, что они боялись, что кто-то умрет раньше. Вот, и говорили о том, что они хотят уйти из жизни. Вместе работа очень сильно связывает, очень сильно связывает людей, творческая работа. Вот, и как бы, на сайте, посвященном Любе, там есть и продажа книг, появилась новая книга «Сила своего сердца». Если кто-то зайдет, посмотрит, буду рад. Есть две книги, одна «Теория парадокса», другая «Сила своего сердца», которые мы сделали вместе в начале своего пути. Так сказать, «Еврейская философия». Многие сразу как бы настораживаются, когда говорят «Еврейская философия». Вот, но я очень знаю хорошо, о чем я говорю. Вот, она отличается от любой другой философии, своими принципами, своими посылками. Движемся дальше. Я, как бы, необходимый для меня выброс такой эмоциональный. Надеюсь, что вы меня поймете и поддержите. Вот, а мы с вами продолжаем дальше. Вот, мы видели ответ Всевышнего тем, кто присылает золото и серебро и спрашивает, а не пришло ли время уже прекратить посты. Золото и серебро они присылают из Бабеля. Я не хочу подробно возвращаться к нашему прошлому уроку, просто напоминаю, о чем он был. И ответ Всевышнего, как вы помните, не для себя ли вы поститесь, а когда вы празднуете праздники, не для себя ли вы их празднуете. Наверное, можно было вам много еще сказать, разворачивая эту мысль. Но то, что записал Схарья или то, что ему было велено записать, это обращение к Богу, соблюдать законы, связывающие человека и человека, человека с его ближним. И не притеснять, поступать справедливо, оказывать милосердие. Каждый брату своему, казалось бы, какая связь здесь с постами и праздниками. Но мы видим, Схарья постоянно к этому возвращается, что отношения между человеком и человеком, уважение, доверие, взаимопомощь, они основа всего. И здесь есть как бы, да, то есть можно сказать, что общий знаменатель – это честность, да, вот, и как бы честность в отношениях. И если нету честности в отношениях между человеком и человеком, то ее не будет и в отношениях между человеком и Всевышним. Люди будут и поститься для себя, и праздники устраивать для себя, не понимая то, что у них все направлено на себя. То же самое в отношениях между людьми. Здесь как бы, как говорят в технике, прямая положительная связь, да. Когда человек понимает законы между человеком и Всевышним, он понимает законы между человеком и Всевышним. И наоборот, да. Раби Акива об этом, как вы знаете, сказал про Жанг в души. Это приводится в сифре. Это общее правило в Торе. И что же здесь имеется, да. Что же здесь имеется в виду? Возлюби ближнего своего. Общее правило в Торе. Можно спросить его. Раби Акива. Да, а ведь Тора делится на законы между человеком и человеком, и на законы между Всевышним и Всевышним. И он бы нам ответил. Ничего подобного. Законы, которые связывают человека и человека, они одновременно являются и законами, которые связывают человека и Всевышнего. Когда человек оказывает милость кому-то, это и закон, который связывает его со Всевышним. Когда человек накладывает филин, он делает всем хорошо. Не только себе, не только устанавливает свою личную связь с Богом, но и делает всем хорошо. Если человек не говорит благословение, когда он ест, он борует и у себя, и у всего народа. То есть все переплетается. И вот похоже, что здесь Харья, как бы у него такой же ход, что переход от упрека, что для себя вы все делаете, когда речь идет об отношениях между человеком и Всевышним. И тут же требование придерживаться законов на высоком уровне, придерживаться законов, которые связывают человека и человека. Представляется, что это как бы так. То есть с Харья мы как бы подходим к главам, где он все меньше и меньше объясняет, образы становятся все более сложными. И Всевышний говорит, что и в период первого храма не хотели его слушать, не хотели внимать ему. И дело закончилось изгнанием. Это седьмая глава. Восьмая глава посвящена, как сказать, можно сказать, Ирушала ему. Ну, без введения давайте посмотрим, что здесь происходит. И было слово «Бога воинств» сказано. Так сказал Бог воинств. Мы понимаем этот переход. Только что была речь о Ирушалахе. Постятся Ирушалахе и не возвращаются в Цион. Устраивают праздники, веселье в Бавиле, в праздничные дни и в Цион не возвращаются. И Всевышний рассказывает о Ирушалахе, о его будущем, в ответ, как бы, да, то, что должно быть, то, что должно прийти, и то, что вы не понимаете, то, что вы не поняли, когда вы поститесь. И было слово «Бога воинств» сказано. Так сказал Бог воинств. «Возревновал я о Ционе ревностью великой, и яростью великой возревновал я о нем». Здесь проблема в том, что понятие ревности на иврите, оно несколько другое. Или у него есть значение, которое в русском, наверное, или не проявляется, или слава проявляется. Возревновать о ком-то, как здесь по-русски, это переживать о ком-то, хотеть его возвышения, хотеть, чтобы он избавился от недостатков, хотеть, чтобы проявились его самые хорошие качества, это возревновать о ком-то. Вот такая ревность очень-очень хорошая, когда ты хочешь, чтобы, скажем, предмет твоей любви был идеалом, идеален. Вот ты любишься, не отказываешься от него, но всегда есть какие-то недостатки, а вот ты хочешь, чтобы он был идеальным. Это вот ревность о ком-то. А есть другая ревность, когда мы понимаем, что вот здесь продолжение, это ревность с яростью. Это как бы тоже, может быть, по-русски не совсем, не везде такое значение проявляется. Ревность, когда как бы не подходи, не трогай. И вот одна ревность Кирушала ему, если бы не говорить, я хочу, чтобы он был святым городом, идеальным городом, чтобы из него исходил свет. А другая ревность, я его буду охранять. Не подходите и не трогайте город. И то, и другое на иврите выражается словом кин-а. Так сказал Бог, я возвращаюсь в Цион, и обитать буду в Ярушалайме, и назван будет Ярушалаем городом истины. Всевышний не говорит о том, что он уже вернулся в Цион. Это в будущем. В будущем тот, кто хотел перестать поститься, он совершенно не понял, что если построен храм, это не значит, что божественное присутствие полностью вернулось в Цион. Когда полностью божественное присутствие вернется в Цион, что ему не хватает? Так сказать, народу не хватает. Когда вернется полк, а если народ встанет, поднимется, потечет потоком, то и Всевышний вернется в Цион. Он и сейчас в Ционе, но речь идет о силе проявления божественного присутствия. Рабья Ханан в Тверии в третьем веке, в середине третьего века, говорит так. Велик день дождей, как день геулы, как день освобождения народа Израиля. Почему? Потому что возвращение Сынове Израиля сравнивается с потоками в Негеве. Вот «Шуба Ашема Цветейну вернись в Всевышний с нашими пленниками, с пленниками, как потоки в Негеве». Что такое потоки в Негеве? В пустыне Негеве есть кто-то, когда-то кому-то посчастливилось со стороны видеть поток воды, которая несется в пустыне после дождя, в пустыне каменистая, в каменистые русла наполняется мгновенно, наполняется водой, несется мощный поток. Он сметает все на своем пути. Эту воду как-то израильские инженеры пытались использовать. Они строили какие-то дамбы, и в некоторых местах есть вот это, ну, железобетозные конструкции, но они все разворочены, потому что поток невозможно, невозможно остановить. И вот это Раби Ханан говорит, что Всевышний возвращается в Цион вместе с возвращающимися в Цион, которые текут как потоки в Негеве. Мощный поток, да, причем неожиданно, потом появляется там, может быть, сначала несколько капель, а потом какой-то шум, да, мгновенно, и все, и уже все несется, вода несется. То же самое, то же самое здесь вот эта картина, картина возвращения. Мы понимаем, да, что Сахарья почему-то не расписывает и не раскрывает эти образы, да. Ну, вот только что говорили о том, что постятся в Бавеле и присылают, избавили золото и серебро, да, и Всевышний говорит, вот, все это напрасно, вы поститесь, призывает соблюдать законы, вот, и тут же говорит, да, «Я ревную о Ционе», да, а что ревную о Ционе? «Я хочу, чтобы он был, хочу, чтобы он был городом, городом света, городом, городом, который иссучает свет на весь мир и так далее, и так далее». А как это сделать? «Возвращайтесь, я вернусь в Цион, да, я вернусь в Цион, а как я вернусь в Цион? Когда вы вернетесь в Цион, я вернусь в Цион». Да, и вот Раби Ханан говорит, «Как в потоке в Нигет». Для меня эта картина очень такая волнующая, волнующая картина. Действительно, возвращение в Цион решает все, и Бог возвращается с сыновьями Израиля. Просто с массой, с количеством, какие бы ни были, там разберемся, как мы это видели в пророке Ремияву, шубу, шубу Банимшеву им. «Возвращайтесь, дети озорные, которые не бросили еще свои шалости, только возвращайтесь». И это поток, который течет в Ниге. Еще раз, да, «Возревновал я от Циони». «Хочу, чтобы он был святым городом, городом света». Ярость, я ревную о нем, много врагов, которых я разбросаю. И я возвращусь в Цион и обитать буду в Ярушалаиме. «Вешахамти, шхина моя, присутствие мое, будет в Ярушалаиме». Как это проявляется? «Ну, вот я обитаю в Ярушалаиме, ну, вот я защищаю его, как бы, этот город». Но есть еще что-то. «И назван Ярушалаим будет городом истины». «Имеет, городом истины». И вот это «Городом истины». Истины можно понять, можно понять по-разному, да. Но, мне кажется, наиболее четкое, наиболее правильное понимание истины. Вот если взять через Раби Ашлага, у него есть такая книга, «По ним и рот». И там он объясняет, что до преступления Адама Адам пользовался понятиями «эметвишекер» «истина и ложь». А после преступления он стал пользоваться понятиями «то в горах» «хорошо и плохо». Но этого мало. Он объясняет, как бы, на применении преступления Адама, в чем оно состоялось, что изменилось, и так далее. И мы видим, что истина и ложь, они как бы, да, они состоят в том, что человек четко, совершенно ощущает, да, где добро, в том плане, что это приближение ко Всевышнему, и где отдаление от Всевышнего. Я, к сожалению, очень схематично, очень красивые картины и так далее. Но истина, истина, можно сказать, это ощущение, четкое, совершенно ощущение, не обманчивое, а четкое, которое сродни в каком-то смысле пророчеству, да, вот, обитать буду в Иерушалайме, но обитать буду, хорошо, и Иерушалайм будет назван городом истины, почему каждый человек, который войдет в Иерушалай, он ощущает божественное присутствие, и говорит, здесь Бог, да, вот, как учитель с Харья, как учитель с Харья и Хискель говорит в конце своей книги, да, что Иерушалайм будет называться там Бог, то есть все будут говорить, что там Бог, в каком плане там Бог, да, Бог везде, повсюду, просто когда ты в поезд в город, ты его совершенно четко ощущаешь, да, и в этом представляется, что город истины, можно сказать, как, можно сказать, как сказал Иерушалайм, да, кемин сион теце тура удвар Хашеми Иерушалайм, из сионов иди Тора, и с, и от слова Бога из Иерушалайма, и в этом плане, это, и в этом плане это истина, как бы Тора, да, и слово Бога, это тоже истина, Но представляется здесь, когда говорится, что обитать буду в Сионе, что идет речь об истине как бы другого плана, не на уровне разума, а на уровне четкого ощущения. И гора бога воинств будет горой святой. То есть просто так не поднимешься на гору, нужно быть в чистоте, нужно и привести в порядок свои мысли и ощущения для того, чтобы подняться, зайти на храмовую гору. Так сказал бог еще. И тут опять же неожиданный переход, совершенно глубочайшие образы, которым не перестаешь удивляться тому, что они есть, и тому, насколько они глубокие, и тому, насколько они нерасписанные. Так сказал бог. Еще сидеть будут старики и старухи на площадях Иерушалайма, каждый с посохом своим в руке его от глубокой старости. И площади города наполнятся мальчиками и девочками, играющими на площадях его. Картина, во-первых, очень вдохновляющая. Ее часто повторяют, скажем, в Израиле, как мечта такой, мечта защищенности. Когда пожилые люди сидят на площадях Иерушалайма, никто их не беспокоит и не думает ни о каких терактах, ни о каких нападениях. А есть дети, которые повсюду играют, и все безопасно. И совершенно не предполагается, что на каждом углу стоит автаха, на каждом углу стоит охрана. Просто такой мир непоколебимый. И это действительно очень красивая картина, призывающая надеяться на будущее. Но кроме этого, здесь еще есть... Мальбим пишет о том, что я постарался вам пересказать. А есть здесь еще очень глубокая вещь. Вот не знаю, получится мне передать ее или нет. Здесь идет речь о новом времени. Раскрывается божественное присутствие. Но оно же раскрывается не просто так. Оно не только дает себя почувствовать. Все начинает меняться. Опять же, Хискеэль говорит об этих изменениях. Он дает такую картину, как поток выходит в последних главах. Поток выходит из святая святых. Начинает течь через храм, через его двор. Потом через долину Кедрон. На восток. И доходит, в конце концов, до Мертвого моря. И где бы ни протекал этот поток, все оживает. Все оживает. И Мертвое море оживает. И рыба появляется в Мертвом море. И уже начинает как бы исправляться вода в Соленом море. То есть, в Средиземном море. И растительность. Растительность плоды круглый год. Это то, что приносит этот поток из храма. Наиболее четко и правильно. Но следует представить этот поток не как воду, а как свет. У пророков это бывает. Что свет иногда – вода. Вода иногда похожа на свет. И здесь, конечно, правильнее было бы представить вот этот свет, выходящий из святая святых. И все преображающее вокруг. Все совершенно дающее жизненную силу. Вода живая. Дерево жизни. Центральная точка, которая соприкасается, так сказать, с духовным миром. И через нее духовный мир распространяется в материальный мир. Все это мы как бы ощущаем в этой картине. И здесь мусхарья – это как бы деталь продолжения этой картины. Тут можно сказать, что эти старики со старухами, пожилые люди с посохами на площади Ахча Иерушалайма. И дети, которые беспечно резвятся – это как бы описание одного и того же человека. Или двух сторон человека, так сказать, человека будущего. Вот мне всегда говорят, там есть много фантастических фильмов о том, как приходят пришельцы из будущего. Но в основном там они рассказывают о технических достижениях. А здесь, когда речь идет о будущем, речь идет об изменении самого человека. Человек – это потрясающая картина, на мой взгляд. Человек одновременно – он и старый, и маленький, и молодой. Он мудрый, как вся мудрость мира, все вобрал в себя. И беспечный, и наивный, и не знающий горя, беды, не несущий с собой такой тяжелый багаж. Наш ребенок – это один человек. И это какое-то величайшее благословение – быть одновременно и старым, и маленьким. И представляется, что вот об этом величайшем благословении идет речь. О мудрости, которая не ложится тяжелым грузом на плечи человека, а которая в человеке сохраняется такая же радость, как в малом ребенке. Представляется, что у схарья всегда так, что у нее есть вот такой совершенно простой пласт, который можно увидеть как безопасность. И вот такой пласт, который говорит об каких-то глубоких процессах и изменениях в мире. «Так сказал Бог воинств, как удивительно будет это в глазах остатка народа этого, в дните, так удивительно это и в глазах моих». Как может быть удивительно в глазах Бога? Ну, как мы можем представить, ну, чему он может удивляться, когда ему все открыто, и будущее для него открыто, и нет для него ничего невозможного. Ну, как же вот он будет удивляться чуду, даже, может быть, чуду тому, которое он сам сделал, а что он ему удивляется? Естественно, что это такой поэтический момент, разговор на языке человека. То, что хочет сказать Всевышний здесь, или пророк, вдохновленный Божественным Духом, он хочет сказать, что такого чуда не было никогда. Да, такого чуда никогда не было. Оно несравнимо ни с чем. Это чудо несравнимо ни с чем. Ни с исходом из Египта, ни с теми камнями, которые, выберем Наяшу, падали на голову врагам, ни с тем, что, как бы, Наяшу, по его слову, Солнце и Луна остановились ни с чем. Это невозможно сравнить. И к чему это относится? К тому, что было сказано выше? По всей видимости, нет. По всей видимости, нет. Это относится к тому, что говорится выше. Вот я спасаю народ мой из страны Восточной, из страны заката Солнечного, и приведу я их, обитать будут Ярушалаями, и будут моим народом, и я буду им Богом в истине и справедливости. Здесь очень много моментов. Во-первых, да, само в себе собирание рассеянных, оно видится как какое-то величайшее чудо, ни с чем не сравнимое. В трактате Брахот, в Мишне, который приводится и в пасхальный Агаде, там спорят, ну, не важно, там своих спор, нам сейчас не важен. А вот Бензума говорит, что в будущем не будут вспоминать о выходе из Египта, будут вспоминать только о последнем освобождении всех народов. Он приводит строки из пророка Иеремияу, который говорит, что не будут больше говорить Я Бог, который вывел сыновей Израиля из Египта, а будут говорить, что Я Бог, который собрал их из всех народов, и тоже из страны Северной упоминается, и из всех народов. То есть собирание рассеянных – это какое-то величайшее чудо. Оно в любом случае чудо. Оно могло произойти, как описывает Ишаягу, когда выравниваются долины, поднимаются ущелья и опускаются горы, и выравнивается путь. И как призывает как бы вестник, проложите дорогу Богу Всесильному. Вот могло произойти, возможно, так, да, как бы чудеса. Но с какого-то момента, с какого-то периода, и уж точно во время Бензума, это после разрушения второго храма, уже было понятно, что таких чудес не будет. И все равно Бензума настаивает, говорит о том, что будущее чудо, собирание рассеянных, как бы, может быть, вовсе это и не чудом, оно будет настолько великим, что оно затмит и выход из Египта. И, наверное, здесь требуется какое-то осознание особое, какой-то взгляд на вещи особый. Но представляется, что действительно, действительно, наше время можно увидеть, увидеть, как какой-то величайший исход. Может быть, я говорил вам, у меня большое впечатление произвело то, что, ну, это уже было много лет назад, в Кнессете, когда собирали отказников и тех, кто помогал им за рубежа, выступал Анатолий Щеранский, он сказал, что от исхода до исхода не было исхода, что от исхода из Египта до исхода из Советского Союза, так сказать, да, не было, не было такого подобного явления. И действительно, если задуматься на секунду, это просто, просто величайшее чудо. Я много говорил о том, что это чудо, которое спасло Израиль и так далее. И от пора говорю, и не устану говорить, да, что если сегодня, завтра, я не знаю, когда поднимутся несколько миллионов сыновей Израиля, то произойдёт то, о чём здесь говорит Схарья, то, о чём он обращается, да, вот будет величайшее, будет величайшее чудо, проявление божественного присутствия, все преграды на пути будут сломаны, как ломают потоки в Негеве, как напомнил Рави Ханан, опираясь на Псалон, вот. И вот это, как бы мне кажется, это требует вот такого осознания. Опять же, Бензума в Агаде, мы читаем, да, что Бензума говорит, что о выходе из Египта уже не будут упоминать, да, будущее чудо будет величайшим, больше, чем выход из Египта. Понятно, что речь идёт не о чуде, а о крыльях орла, как, скажем, там, этому Ешаяу можно увидеть, да, вот, а просто о собирании рассеянных. Само по себе рысо, собирание рассеянных, оно изменит весь мир, да, всё, всё изменит, да. Какой там Хамас, какие там его туннели, да, ничего этого всего просто в помине уже не будет, да, всё зависит только от одного, от нашего желания, от нашего желания вернуться. Вот. Теперь, вот, и вот эти вдохновенные слова Асхарья, да, вот, и удивительно это в глазах моих, да, то есть такого, такого чуда, как будущее возвращения, его не было, и при исходе из Египта, да, это что-то совершенно величайшее, и как бы Всевышний сам удивляется, ну, как же это так, как же это так получилось, здорово, да. Вот. Вот я спасаю народ моей страны восточной, и так далее, привезу я их, и обитать будут в Иерушалайме, и будут моим, и будут моим народом, да. Не можем же мы быть народом Бога вне святой, вне святой земли, да. Вот. Я буду им Богом в истине и справедливости, да. Мы понимаем, что, да, как бы, два момента истины, это проявление божественного присутствия, и мне всё время хочется сказать, что это его прямое и непосредственное ощущение, и справедливость, то, что, как бы, идёт неразрывно, да, то, что человек связывает со Всевышним, и то, что его связывает с другими людьми. Это закон, это справедливость, естественно, не исключает милости, но, прежде всего, нужно, как бы, видеть вещи со стороны справедливости. Так сказал Бог воин, да укрепятся руки ваши, слышащие в дни эти из уст пророков слова эти, которые сказаны были в день основания Дома Бога воин, чтобы построен был храм. Здесь врывается предложение, которое обращено именно к поколению, к поколению с Харья, да, вот посмотрите на картину будущего, потому что сейчас вам кажется, что храм маленький, он не похож на храм Шломо, что божественное присутствие не вернулось толком, что нету, что нету благословения, как мы видели, да, обращаются, обращаются хазанцы, жители Моноскалаева, вы же видите, нет благословения до того, как начали строить храм, восстанавливать храм. Вот, это мы все, как бы, видим, да, вот такое напоминание, да, есть великое будущее, все дела ваших рук, они не напрасны, все ваши старания, все ваши старания не напрасны, и даже если вы сейчас не видите вот этого величия, да, оно будет, знаете, ранее чего вы стараетесь, да, вот, и вот напоминает его, прежде дней тех не было вознаграждения человеку, не было благословения в земле Израиля, как мы уже это видели в Хагае, по-моему, мы брали эти строки из Хагае, который говорит, что не было благословения, пока не началось вот такое интенсивное строительство храма, «А ныне я не таков», и так далее, да, вот, речь идет о благословении, да, вот, есть у пророки о прошлом, вот, но я хотел с вами взять, да, здесь постепенно переходит к теме влияния храма земли Израиля, народа Израиля на весь мир, да, вот, и придут народы многие, и племена сильные, искать Бога, воин с Иерушалаями, и молиться, и молиться Богу, да, это тоже, это тоже будущее, будущее, которое невозможно без возвращения сыновей Израиля в святую страну, на святую землю, вот, а дальше говорится известная фраза, «Так сказал Бог воинств, в те дни схватятся 10 человек из всех народов разноязычных, да, и держаться будут за полу сына Иуды, да, говоря, пойдем с вами, ибо слышали мы, что с вами Бог, да, вот, ну, как бы, можно представить себе, да, прекрасное присутствие раскрывается, все больше и больше, народы, народы приходят искать, искать Бога, да, вот, вот, но при чем здесь схватится, схватится народов разноязычных и держаться будут за полу сына Иуды, говоря, пойдем с вами, ибо слышали мы, что с вами Бог, да, что у нас здесь, как бы, напрашивается, как бы, крутится в голове, напрашивается, само собой, вы понимаете, речь идет о цицит, да, придут люди чужие и схватятся за цицит, будут держаться, ну, опять же, здесь такая простая картина, как бы, да, вот, не отпустим тебя, да, вот, мы пойдем с тобой, куда ты идешь, вот, расскажи нам о Боге, о принципах, о принципах веры, расскажи нам о храме, в котором ощущается божественное присутствие, и мы будем держать за концы одежды, да, но, опять же, как мы с вами видели, скорее, такая простая посылка, это далеко не все, мы помним, что цицит по, так сказать, по-настоящему, в полной мере заповедь цицит, можно исполнить, только в том случае, если есть голубая нить, которая сделана из шерсти, и белые нити, которые сделаны из льна, да, шерсть льон, как мы знаем, запрещено сочетать, допускать это сочетание в одежде, даже самое маленькое, незначительное, да, вот, в гемаре избирается вопрос, есть верблюды, у одних веревка из шерсти, а у других веревка изо льна, и человек взял, и все эти веревки намотал на руку, и веревку из шерсти, и веревку изо льна, нарушает ли он закон сплетения нити, запрета, нарушает ли он запрет сплетения нити шерстяной и льняной, да, вот, ну, и любой другой пример, скажем, что даже одна нить, да, даже одна нить, шерстяная, продетая в льняную одежду, она уже является, как бы, приводит к нарушению запрета шатнес, все это хорошо и замечательно, к чему это, да, что в, что в храме, да, как мы знаем, пояс у каренов был из шатнес, кроме того, что, скажем, цицит делается из льняной и шерстяной нити вместе, в храме пояс у каренов был также и льняной шерстяной нити вместе, вот, и здесь мы с вами, как бы, встречаемся с таким, с таким моментом, если так можно сказать, да, вот, что шерсть и льня, да, они, как бы, восходят к каину и льняную, к их свойствам, как бы, трудно сейчас разбираться в эту историю, да, вот, я как-то писал об этом, но я не уверен, что все заглядывают в недельные главы, на фейсбук и на сайте, вот, но, скажем так, да, что шерсть и льня, они, как бы, говорят о совмещении двух, или, скажем, шерсть говорит об одном свойстве, а льня говорит о, о другом свойстве, да, как бы, как бы мне сейчас попытаться это развернуть, это все, да, прежде всего мы помним, что Давид говорит, что вот хорошо здесь братьям сидеть вместе, и, как бы, братья, это прежде всего Каин и Эвильд, да, и вот хорошо бы совместить эти два свойства, хорошо бы совместить эти два свойства, и сидеть вместе, это возможно здесь, там, где, при условии, что построен храм, да, вот, сейчас я попытаюсь, как бы, да, попытаюсь развернуть ее в сложную, сложную идею, да, вот, скажем, да, свойства Каина, как мы можем представить себе, это некоторый такой, не некоторый, а очень сильный протест против Всевышнего, против того, как он устроил мир, вот, и говорят, что, говорят, что Каин принес в жертву Всевышнему лен, почему он принес лен, потому, что он родился до греха, и считал, что у него совсем нету испорченности, а тут вот вырос, он сажал одно, вырос лен, как бы Всевышний намекает ему, что нужно сделать одежду, и Каин говорит, нет, спасибо, мне одежда не нужна, я человек идеальный, да, вот, возьми, это все обратно, и этот лен он сжигает на жертвенники, да, а Эвель, наоборот, он делает одежду из шерсти, он родился после греха, и он понимает, что в нем есть испорченность, но, кроме того, он не протестует против Всевышнего, он говорит, дал ему из недостатки, вот, и делает одежду из шерсти, да, и вот как бы лен и шерсть, они символизируют это два, как бы, два начала, если так можно сказать, да, вот, это и покорность Богу Всевышнему, да, и, скажем, такой, не протест против Бога, да, а творческое начало, когда человек пытается сделать, преобразовать мир, сделать то, что, как бы, да, проявить, так сказать, инициативу, да, и покорность, и желание сделать больше, даже, чем на тебя, на тебя возложено, вот эти два свойства совмещаются вместе, вот приходят народы, да, и они хватаются за этот цицит, да, потому что, как бы, да, свойство покорности Всевышнему, оно больше относится к еврею, да, а бунта против Всевышнего, даже у него не очень хорошего бунта, не то, что, как бы, цицит, а бунта против Всевышнего, оно относится к неевреям, и они хватают за этот цицит в надежде, как бы, да, вот, само то, что они хватают за этот цицит, оно, как бы, да, это их заявление, да, что можно совместить, можно совместить свойство еврейского народа, и не евреев, одни покорны Богу, другие бунтуют против него, Ну и бунт против Бога можно повернуть в хорошую сторону, мы с вами, несмотря на то, что у нас такие свойства бунтарские, мы пойдем с вами, мы привнесем свое положительное. Вот примерно то, что здесь происходит, не знаю, насколько мне удалось донести мысль, но если не совсем все четко, я надеюсь, что вы можете как-то подумать и додумать сами. И вот мы видим такую картину, что Всевышний говорит, я буду в Иерушалайме, когда я буду в Иерушалайме, когда вы вернетесь, буду и я полностью в Иерушалайме, и тогда будет восходить свет из Иерушалайма, ощущение божественного присутствия в Иерушалайме, тогда придут народы, и вот народы, они будут хвататься за цицит, как бы говоря, да, Да, что покорность Всевышнему и, скажем, и бунт, и протест против него, то, что характерно для народов, можно это совместить, преобразовав бунт в такое творческое начало, рвущееся куда-то за рамки, за пределы, но направленное на служение Всевышнему, а не на бунт против него. Да, вот, ну, мы здесь, вот, попадаем в еще одну очень интересную историю, которую я только сейчас, мы прочитаем это предложение, да, Здесь говорится об разрушении идолов, народов, народы приходят, идолы разрушаются, вот, и говорится, и сторону кровь его изо рта его, и мерзости его, и зубов его, и останется он тоже для Бога нашего, и будет, как князь в Иуде, и крон будет, как невусейки. Творится о страшных идолов народов мира, которым, когда приносили жертвы человеческие, мазали им губы кровью, да, вот это такая окровавленная страшная статуя, да, и вдруг здесь говорится, что он тоже будет для Бога нашего, да, и в Талмуде, который мы с вами постараемся разобрать, здесь есть целый кусок, что это означает. Как можно, да, мы знаем, что к идулопоклонству нам запрещено приближаться даже, да, вот, рабе Лезер, который попался римлянам, там его судили, он увидел свою вину в том, что ему однажды, однажды ему понравился драж, объяснение Торы, которое сказал ему христианин, да, и он видел, что это было, это был провал, и за это он получил наказание с невестой, то есть нам запрещено приближаться к этому поклонству, мы не можем оттуда, как говорят, вытаскивать искры, сыграть искры и так далее, пожалуйста, да, но не из этого поклонства, да, никакой искры оттуда нельзя вытащить. И вдруг в будущем, да, не сейчас, а в будущем говорится о том, что и из идолов можно вытащить искру и вернуть их в такое русло, не их, а идеи эти, вернуть в русло, чтобы за него богу. Это потрясающая, потрясающая вещь, и, естественно, можно сказать, да, тысячу раз сказать и предупредить, что нельзя приближаться к этому поклонству, есть запрет изучать его, искать там какую-то красоту или какие-то приемы рациональные, которые можно использовать в жизни, вот. Все это запрещается полностью, потому что человек не может извлечь из этого, потому что соприкосновение с его поклонством, поиск какой-то там красоты и мысли, он ударяет по душе и загрязняет душу, и никакой красоты и никакой мысли, ничего, это уже не поможет. Загрязнение души – это главное то, что происходит при соприкосновении с его поклонством и с литературой, да, вот. Но, тем не менее, если говорить о будущем, то есть очень интересные моменты, которые можно представить себе, да, но, опять же, хочу подчеркнуть, что практически, как бы, это не то, что не стоит делать, ну, просто совсем не стоит делать, да, как бы, вот, вытаскивать из этого вовольства какие-то рациональные зерна, как бы, возвращать искры. Вот, я здесь остановлюсь, и, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я готов постараться, готов постараться ответить. Несмотря на то, что есть книга «Схарья», которую мы с женой сделали больше 20 лет назад, вот, я все больше убеждаюсь, что есть письменные торы, а есть устные торы, что изложить все на бумаге невозможно, что при разговоре, вот, таком устном на занятиях можно вскрыть целый ряд сторон, которые на бумагу просто не ложатся. Хорошо. Я к вашим услугам, если что. Рафзаев, скажите, а вам доводилось видеть поток в Мегеве? Ну, в Израиле есть такое развлечение одному, это не рекомендуется ни в коем случае делать. Да, есть, к великому сожалению, люди, которые просто не знали или по недоумию ходили там, где в дожди, где может вырваться поток. Но есть такое развлечение, пойти посмотреть в Мегев поток вместе с экскурсоводом, человеком, который знает тропы, знает, где поток может прорваться, где он никогда не прорвется и откуда его можно увидеть. Да, это, конечно, это зрелище совершенно потрясающее. То есть, главное, что это происходит совершенно неожиданно. Единственное предупреждение – это несколько капель и какой-то такой неявный ропот. Неявный ропот, какой-то шум, даже трудно сказать, что это шум воды. Вот, и вдруг вырывается такой поток. Равзиев, я под впечатлением этого хедуша насчет стариков и детей. Это ваш хедуш и откуда он? Очень замечательный. У меня нету таких хедушей, что взял и выдумал. Все это обработка чего-то, каких-то материалов. Вот, может быть, хедуш, там, мое в том плане, что как-то это додумано и доведено вот до такого простого выражения мысли, что можно и вам пересказать. В этом плане это хедуш. Так, вот, я бы сказал, что это можно найти у Аризаля. У него есть самые разные работы. И есть работа, которая называется сейчас «Шаре Апсутим». «Ворота Апсутим». И там есть и на Тору, и на пророков есть замечания разные, не всегда понятные, но иногда что-то как-то можно подчеркнуть оттуда. Да, совершенно замечательный. Очень становится на места все, как гости с будущего, человек будущего. Да, очень интересно. И еще, Равзиев, мы остановились просто на самом конце. Не совсем понятно раскрыта тема насчет вытаскивания искр святости из идолов, о которых говорили. Хорошо, что можно сказать? Значит, у Равшерки есть пример. Опять же, да, неконкретный. Там взяли из христианства что-то, и вдруг это вот это нам годится. Ни в коем случае, нет, совершенно не об этом. Ну, для того, чтобы представить, может быть, как бы несколько отдаленно, у него есть несколько такой пересказ в плане Торы греческих мифов. Один из них – это про Дедала и Икара. Вот он как бы так объясняет, да, что вот есть лабиринт. В этом лабиринте есть человек с головой быка, такой человеко-бык или быко-человек. И он говорит, что, скажем, да, этот человеко-бык – это не что иное, как, скажем, дурное начало. Просто, да, вот если нарисовать дурное начало, вот нарисовали бы совмещение человека с животным. Лабиринт – это то, где человек ходит всю жизнь, да, и где-то он не знает, как выбраться из этого лабиринта. Он много думает, он много размышляет, но в любой момент он может попасться этому дурному началу и стать его жертвой. Разорвет просто, да. Вот теперь, вот, есть Икар, Дедал и Икар. Да, что? Какое спасение от этого дурного начала, в общем-то, человеческого состояния постоянного, да? Нету спасения, как бы, в той же плоскости, в плоскости логики, математики, физики. Есть только спасение взлететь из этого лабиринта, да? Что и делают Дедал и Икар? Они поднимаются к свету, да, если так можно сказать, к пророчеству, к такому божественному благословению. Вот, и это то, что может помочь человеку вырваться из этого лабиринта жизни, вот, в котором он постоянно блуждает с риском столкнуться с дурным началом, которое разорвет его, то есть выйти совершенно в другую плоскость. Он развивает дальше, там, мысли Икар и так далее, и всё. Вот, но, как бы, он говорит о том, что, вот, ну, если так можно сказать, то можно взять вот эту мифологию с, как бы, бессмысленной и увидеть, вытащить из неё смысл. У него есть очень интересные лекции по маленькому принцу, да, что можно взять из маленького принца, где там настоящий герой, и вот, что как получается, то есть, как бы, такой литературный анализ, опять же, в плане Торы. Вот, возможно, когда-то, да, это очень непростой, очень непростой ход, да, вот, и, скажем, все эти идолы, и древние идолы, и современные религии. В конечном итоге это стремление человека к, стремление человека к Всевышнему, и он на этой дороге запутался, да, взял какие-то свойства, довёл их до крайности, извратил, да. Поэтому в будущем эта тема наша следующая, которая сама по себе очень интересная, но забегая вперёд, да, в будущем говорится, что мудрецы будут учить Торе в, как это говорится, в Батей Театрон, у Батей Киркасаут, да, что Тору будут обучать в театрах, да, и в цирке. Почему в театрах можно построить Бэтмендраж, да, нет, они тоже, они культуру, культуру идолопоклонческую культуру, тогда, когда речь идёт о театре в период, там, ну, да, это идолопоклонческая культура, они идолопоклонческую культуру, да, и культуру жестокости, как цирк, что такое цирк, гладиаторы, да, они перевернут, вытащат из этого, вытащат из этого идеи и эскриторы, да. Это как бы, скажем, непонятно, зачем бы об этом было говорить, если бы мудрецы через Харья не затронули этот вопрос. Ну, поскольку мы изучаем текст, так уже попались. Хорошо, ладно. Что-то хочется еще спросить. С праздником, Равзиев. С праздником вас также. Чтобы мы смогли увидеть чудеса больше, чем в Песах. Да, чтобы чудеса больше, чем происходит. Да. Да, точно. Не мешала бы смерть первенцев, чтобы Всевышний прошел по земле, и уже бы все было чисто и понятно. Да, и замечательным ребятам мне приходилось не рисковать, не проливать кровь, упаси Бог. Да, и вот это же все в голову ударяет. Просто, да, это же потом человек тащит на себе многие годы, если не всю жизнь. Так что просьба ко Всевышнему, чтобы он сам с ними разобрался, потому что, ну, честно и слово, мы никак к этому не имеем никакого отношения. Хотят там это убивать, пусть убивают друг друга. Это точно, это точно. Хорошо. Спасибо большое всем за внимание. Очень надеюсь, что мы куда-то продвигаемся. Ну, если не все понятно, но, по крайней мере, надеюсь, что большая часть понятна. Спасибо. Всего самого доброго, хорошего праздника. Всем замечательного. Дай Бог. Спасибо. Спасибо. Я присоединяюсь. Посмотрите, тем, кому интересно. Я сейчас вклеил в чате. В ноябре я посмотрел. Очень сильная вещь. 20 с чем-то минут. Дигитальная постановка, по-моему. В общем, это сейфур солдата, который пытается возвратиться к жизни после... Когда это был хоровод Барзе. После того погибли те, кто были с ним в бою, и все. Мне показалось, что сильная вещь. Окей.